Здравствуйте! Разберем правила ориентации в бензольном кольце с точки зрения электронных представлений. Электронные облака пи-связей обладают большой подвижностью, поэтому электронная плотность одинакова у всех атомов только незамещенного бензола С6А6. При вступлении заместителей происходит значительное перераспределение электронной плотности в зависимости от ряда заместителей. Место вхождения вступающих заместителей определяется природой ориентации и не зависит от природы входящих групп. Заместители первого ряда OH, NH2, хлор, бром, йод, CH3 Заместители второго рода НО2, СО3H, СО2H, ООЦ Их нужно выучить, чтобы потом правильно писать реакции. Схема сдвига электронных плотностей в молекуле бензола под влиянием заместителей первого рода. Посмотрите на схему, нарисованную. Здесь заместитель первого рода с дипольным моментом отрицательным. Смещается электронная плотность в орто- и пароположении. И второе тоже показано. Например, мы возьмем OH. Как электронная плотность замещается стрелочками, показано в орто- и пароположении. Ориентанты первого рода, увеличивая электронную плотность бензольного ядра, усиливают его реакционную способность и направляют заместителей первого рода в орто- и пароположении. Действительно, толуол C6H5CH3, фенол C6H5OH, анилин C6H5NH2 легче сульфируются, нитруются, галогенируются, галлоидируются в орто- и пароположении, чем сам бензол. Рассмотрим это на примере. Например, хлорбензол, написан он у нас, плюс азотная кислота, она написана как HONO2 под действием серной кислоты. У нас получается, что замещается водород в кольце на NO2 в орто- и пароположении. Продолжение следует...